Хранение материалов. Все материалы рекомендуется хранить традиционно в сухом, прохладном месте и, конечно же, недоступном для детей. Все полимеры, все гели, гелилаки, то есть все, что у вас полимеризуется от лампы, гелевые кисточки особенно, ни в коем случае не храните там, где на них могут попадать прямые солнечные лучи. Я часто видела, что у мастеров или салонов на окошке стоит такой красивый стенд с гель-лаками. Этого нельзя допускать, потому что, во-первых, бывают гель-лаки, у которых есть маленькая окошка и через них они будут немножко полимеризовываться. Во-вторых, если вы когда-то забудете протереть хорошо горлышко и оно станется грязным, то он может заполимеризоваться через вот это место и потом вы его просто не откроете. Что касается жидкости и всего остального, здесь то же самое. Конечно же, их нельзя хранить близко к источникам тепла, там, где они могут нагреваться, но и, конечно же, не в солнце. Не рекомендуется их хранить и в холоде. То есть, почему-то, вот помните, такое раньше было, может быть, у кого-то мамы, бабушки складывали лак в холодильник. Это неправильно. Материалы не должны храниться при такой низкой температуре. Комнатное это порядка 20-22 градуса. Вот это как раз идеальный вариант. Им не должно быть слишком холодно, так же, как и не храним их в жаре.